Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Прошу прощения еще раз за свое отсутствие в четверг-пятницу. Как вы наверняка знаете, я делал на это акцент, что в Казахстане у нас в эти дни прошли семинары, посвященные перспективам рынка криптовалют. Поэтому, пользуясь возможностью, случаем, хочу поблагодарить всех тех, кто смог физически присутствовать на этом мероприятии. Скажем, количество посетителей действительно мне приятно удивило, поскольку интерес к этой теме остается очень живым. Очень много интересующихся тех, кто еще не знают, как на криптовалютах зарабатывают, хотят приобщиться к этой среде. Между прочим, рынок криптовалют уже признан самым динамично развивающимся сектором финансовой индустрии. Поэтому мы, конечно же, попробовали, как проект компания Markets, разложить по полочкам всю эту индустрию, рассказать, какие перспективы есть у этого рынка. И, собственно, мне было очень приятно, опять же, услышать и альтернативные мнения о ряде представителей криптоиндустрии, даже о биткоине и, соответственно, о альткоинах. Очень умные мысли, которые я обязательно возьму на вооружение и, надеюсь, мне удастся транслировать их в ходе следующих мероприятий и семинаров, которые будут посвящены данной тематике. Сейчас, соответственно, я снова перед вами, поскольку нужно не оставлять, разумеется, нашу и привычную альтернативную среду. Задачи у нас не меняются, это быть в курсе всех основных событий, всего информационного фона, статистики, надвигающихся инфоповодов, будь то выступления отдельных представителей нас, регуляторов, либо непосредственное решение со стороны регуляторов. Нас интересует прежде всего Европейский центральный банк и ФРС, поскольку они сейчас задают вот эту спекулятивную волну интереса в отношении доллара, в отношении рисковых инструментов, ну и плюс ко всему мы следим еще за внешним информационным фоном, который сейчас составляет им, не хочу использовать слово достойную, потому что в данном случае эта достойная конкуренция вредит нашим инвестиционным идеям. Но этот инвестиционный фон является довольно солидным в плане влияния на поведение активов, поэтому нам зачастую приходится, опять же, сохранять выжидательную позицию, приходится мириться с тем, что рынок пока что не так логичен, как мог бы быть. Хотя статистическая картина фундамента, которую мы анализируем из-за дня, в день, из недели в неделю, особо-то не меняется у нас вновь и вновь поступающие сигналы бодрости и силы американской экономики, сигналы того, что ФРС имеет достаточно поводов, уж точно больше, чем больше аргументов, нежели чем аргументов против за повышение процентной ставки. Ну, про это мы говорим всегда и продолжим это делать, потому что время неуклонно движется вперед и вот-вот уже не успеем, скажем, мои глаза махнуть, как будет конец 2017 года. Декабрьское заседание и, я надеюсь, решение о росте процентных ставок. Уж было бы совсем чудесно, если бы к этому декабрьскому заседанию американского регулятора у нас был бы еще позитивный фон, связанный с реформой налогового бюджетного стимулирования Трампа, которая сейчас все равно в таком сдержанном состоянии, более-менее какие-то конкретные обложения уже были озвучены, но реформы как таковой еще нет. Значит, доллар не может насладиться вот этой реформаторской победой Трампа, которая, впрочем, очень серьезные положительные сдвиги для корпоративного сектора США, учитывая то, что речь идет о снижении налогового времени в расчете на то, что высвободившиеся ресурсы будут направлены на рост заработных плат и стимулирование расширения производства. Друзья, сегодня не забывайте, также в 16.30 состоится вебинар «Правильный понедельник». Он будет посвящен основным событиям прошлой недели, сейчас это важно их разобрать, поскольку по причине моего физического отсутствия в четверг и пятницу мы с вами упустили, но попробую сейчас отчасти наверстать подробности сегодня на вебинаре. Поэтому, если у вас есть возможность присутствовать на нем, буду вас всех рад там видеть и с огромным удовольствием приглашать. Ну а теперь давайте вкратце постараемся, по возможности понедельник день тяжелый, не хочется забивать вам голову массы каких-либо статистических данных, новостей, но по некоторым активам, друзья, нужно это сделать, потому что я уверен, что эти новости, эта статистика будет определяющей в дальнейшей динамике. Нефтянка у нас находится в самом настоящем бычьем тренде. Нужно признать то, что рост к нефти, как сила быков, сейчас гораздо более очевидна, чем те возможности, которые были у медведей, но, может быть, они пытались их отыграть в плане коррекции, но пока не удается. И фундамент, вот мы сейчас будем разбирать, он такой двойственный. Здесь нужно, скорее всего, даже пытать удачу, какой из этих фундаментов, позитивный либо негативный, одержит вверх и толкнет либо вверх, соответственно, либо вниз инструмент. По нефтянке у нас под конец недели было два очень важных доклада. Это доклад Международного энергетического агентства и ОПЕК по уровню добычи, еще по прогнозу, по текущим показателям спроса и предложения. Так вот, если я обратил внимание на Международное энергетическое агентство, то здесь все в пользу медведей, потому что Международное энергетическое агентство сообщило о том, что спрос на нефть в третьем квартале был гораздо ниже, чем прогнозировалось. При этом пришлось, исходя из этого, присмотреть прогнозы спроса на конец этого года, разумеется, с опонижением. Плюс ко всему, Международное энергетическое агентство констатировало факт роста мирового предложения на 90 тысяч баррелей в день. И в довершение, как бы и параллельно подтверждение этих комментариев, доклад ОПЕК Ближнего Восточного картеля в прошлом месяце рост добычи на 90 тысяч баррелей в день в сутки. Соответственно, друзья, какой вывод можно было бы сделать? То, что спрос снижается, предложение растет, значит, это суперповод, чтобы продавать нефть. И в целом, первую половину недели, даже можно сказать, торговую сессию среды мы еще видели, как пресс на нефть был довольно существенным. Мы держались чуть выше планки 55 долларов за баррель, но вот новостной фон, который вступил в игру под конец недели, оказался более внушительным, более стоящим и действенным в плане влияния на трейдеров. И еще в начале прошлой недели мы с вами попробовали прикинуть, как работать с нефтянкой дальше. И допустили, что если все-таки завершение недели будет положительным для Brent и WTI, будет целесообразно в преддверии ноябрьской встречи ОПЕК поспекулировать по факту ожидания через рост. Теперь, что касается поводов и причин роста нефтянки, вы сами прекрасно видели. Brent сейчас у нас торгуется на уровне 57,82, WTI держится выше отметки 52 доллара за баррель. И сегодня с азиатской сессией, с открытием с ГЭПом, есть узкая зона консолидации, это 52,10 и 52,20. Но с учетом того фона, который стал причиной уже открытия с ГЭПом, легко предположить, логично представить, допустить то, что нефтянка вот-вот преодолеет этот уровень локального сопротивления WTI, ну и, соответственно, тоже Brent и пойдет выше. Причины, друзья, по которым трейдеры поставили на рост этого актива. Во-первых, производство нефти в США снизилось за прошлую неделю на 81 тысячу до 9,5. Не будем уж вдаваться в подробности по 10 тысяче баррелей. До 9,5 миллиона до этого было выше гораздо. Причина, да, локальная. Это последствия урагана Нейт, который, как вы помните, стал фактором закрытия на короткий промежуток времени ряда нефтеперерабатывающих заводов и, соответственно, ряда терминалов уборовых, которые специализируются на непосредственно самой добыче нефти. Раз это локальный фактор, возможно, он очень быстро сойдет на нет. То есть через неделю-две мы снова вернемся к статистике по добыче нефти, только уже со знаком плюс. И снова будем говорить о планке по производству свыше 9,5. Целись на то, что в ближайшее время, под ближайшим временем, я имею в виду пару предстоящих кварталов производства, может достигнуть и 10 миллионов. Но это все-таки перспектива растянутая. Локально мы видим то, что производство нефти немного снизилось. В пятницу еще следом лучшего отчета по Baker Hughes тоже количество терминалов сократилось с 748 до 743. Я надеюсь, друзья, те, кто постоянно на брифингах, знают, какие долгосрочные выводы нужно сделать из этой статистики, знают то, что локальные цифры по количеству буровых от нефтесерисной компании Baker Hughes, они не ломают и не меняют картину в целом по интересу американских производителей к сланцам, собственно, по добыче этого ресурса с учетом тех возможностей, которые созданы у них на геополитической арене, когда они могут не скованными, будучи никакими обязательствами, добывать и экспортировать столько нефти, сколько им угодно. Но это, да, позитивный момент локальный, но еще более серьезным фактором поддержки для нефти выступили очередные конфликтные моменты на Ближнем Востоке, которые традиционно тут же провоцируют рост нефтянки. Во-первых, это напряженность в отношениях между Ураком и Курдистаном. После прошедшего референдума никак не удается, скажем, стабилизировать эту ситуацию. Независимость, вроде бы как за нее проголосовали. Большинство, больше 90% не признается Ираком, и это провоцирует настоящие столкновения. И вот, кстати, на этих выходных буквально последняя новость, которую я читал, может быть даже уже не в воскресенье, а ближе к понедельнику, вот дошло от дела до самых настоящих боев с кровопролитием. Это плохая динамика, плохая тенденция, это силовое разрешение конфликта, но, друзья, так случается, и Ближний Восток традиционно в этом очень часто фигурирует в подобных инцидентах. Поэтому сейчас, поскольку под угрозой поставки примерно на полмиллиона баррелей, конечно же, рынок ролирует, потому что считают, что снижение поставок со стороны Ближнего Востока традиционно это риск для потенциальной нехватки предложения на мировой арене. Мы понимаем, конечно же, до этого еще очень далеко, но локальный рынок все-таки видит более приземленные выводы, и поэтому также на них реагирует. Плюс ко всему, наверняка вы в курсе, сейчас очень актуальная тема, опять же, связанная с США и другим ближневосточным государством, тоже одним из ключевых производителей, уже с Ираном, когда Трамп по-прежнему сетует на то, что Иран главный спонсор терроризма, поэтому поднимается вопрос о введении новых санкций, нефтяных, фискальных, в ответ на что Иран грозится выйти из ядерной программы. Это серьезный, между прочим, новостной фон, и пока что он, пожалуй, находится даже на передовой, перспектив нефтянки. И пока у нас есть вот эти инциденты, связанные с Ираком, с Ираном, в первом случае уже самая настоящая реализация максимально негативных последствий, нужно признать тот факт, что интерес к нефти будет какое-то время продолжаться. Ну и, помимо прочего, я снова делаю акцент на то, что впереди уже ноябрьская встреча, не так уж и далеко, и много времени до нее остается. Если вспомнить, как рынок готовился к каждой подобной встрече по факту действия, уже договора энергетического пакта, спекулятивный интерес был, потому что на рынок, как всегда, выходят все оптимисты и верят в то, что ОПЕК придет к новым выводам через какие-то дополнительные точки соприкосновения, солидарную позицию всех участников, вплоть до дополнительного ограничения производства, продления действий пакта. И вот помните, по словам Бирканда, который является главным секретарем ОПЕК, можно дело дойти даже до экстраординарных мер. Правда, я еще затрудняюсь сказать, о чем идет речь. Присоединить к этому факту США явно не удастся. Оливия и Нигерия, у них по-прежнему есть цели, которых они не достигли, и до ноябрьской встречи точно не достигнут. Поэтому на спекулятивном фоне интерес к нефтянке должен еще поддерживаться. Если это так, то WTI с текущих уровней у нас может добраться до отметки 54, а Brent уже с самую пору метит, и скорее всего так оно и происходит сейчас, в районе сопротивления 60 долларов за баррель. Если будут какие-то новости а-ля железобетонные аргументы в пользу того, что в ноябре никаких договоренностей не будет, конечно же мы основой сделаем акцент на исключительно продажу. Но пока что позитивный фон присутствует, и этот позитивный фон позволяет толкать еще покупателям этот актив выше и выше. Рубль 57.30, но здесь, наверное, комментарии излишни, потому что нефть у нас выросла, и рубль по этой причине тоже показал бодрую динамику. Пока что держится поддержка в 57.00, недалеко в целом мы ушли от прежних локальных уровней, на которых котировались еще в начале прошлой недели, но все равно это уже дальше от нашей с вами цели. Нам нужно как минимум под Новый год 58.50, а в идеале даже ближе к 60.00. Пока что приходится делать ставку на влиятельную, опять же, на составляющую нефти. А что касается нефтянки, я думаю, здесь ближайший ориентир уже понятный, поскольку мы 10 минут только что уделили этому. Евро против доллара. Здесь новостной фон, с одной стороны, позитивный. Этот позитивный фон стал причиной, вследствие которой пара добралась практически до сопротивления 1.19. Произошло это после того, как стало известно о, позволяю себе выразить, так заморозке результатов каталонского референдума. Мне хорошо, что не дошло дело до очередного проявления агрессии и разрешения этих протестов силовыми способами между непосредственно силовыми структурами и теми, кто по-прежнему не понимает, почему Каталония не может быть независимым государством. Пока что тут переговоры, обсуждения, возможно, они затянутся, но то, что есть еще надежда на, скажем, прописанную, четкую, устраивающую всех дорожную карту, европейская валюта, конечно же, от этого выиграла. Однако, друзья, ближе уже к концу недели, можно сказать, что с конца торговой сессии среды на рынке снова стали доминировать продавцы, собственно, они и вернули евро к отметке 1.8, сейчас чуть выше держимся. Основной триггер для коррекции – это выступление главного экономиста Европейского центрального банка Питера Пратта. Мы давно уже считаем его нашим с вами другом, поскольку он традиционно при необходимости очень неплохо ослабляет курс европейской валюты и сейчас тоже справился с этой задачей, потому что его комментарии были исключительно мягкие по поводу целесообразности сохранения текущих стимулов, поскольку миссия Европейского центрального банка по разгону инфляции еще не завершена. Об этом также говорил в ходе выступления на прошлой неделе и Марио Драги, который, как вы знаете, возглавляет Европейский центральный банк, является лидером мнения, к которому мы обязаны прислушиваться. Это пока что только комментарий. 26 октября, то есть практически через полторы недели у нас очередное заседание ЕЦП, и те, кто все-таки хотят еще увидеть евро выше отменки 1.20, для них, пожалуй, заседание последнее, оплот надежда на то, что на нем могут быть озвучены какие-то комментарии, либо первые шаги по сворачиванию. И программа количественного смягчения, кто-то считает, то, что ее могут срезать сразу до 20-30 миллиардов, могут быть намеки по потенциальному ужесточению режима через рост процентных ставок. Но я сразу вам, друзья, рекомендую не придерживаться такой позиции, потому что картина статистическая, она все-таки не меняется. И тот факт, что потребительские цены находятся на столь низких значениях, позволяет нам, напротив, спекулировать и верить то, что Драги будет непреклонен своим прежним заявлениям, которые уже неоднократно были озвучены. Поэтому мягкой экономическая политика так и останется до конца 2017 года. Доллар японская иена. Здесь я уделял крайне большое внимание каждому отчету, который публиковался. Особенно крутая статистика выпала на конец недели, хотя у нас в среду были протоколы. Если кто-то, друзья, увидел в этих протоколах намеки на то, что ставку не будут повышаться, это неправильно. Потому что в протоколах была повторена ровным счетом точно такая же риторика, которую мы слышали от Джанат Гиллен о том, что инфляция низкая, но временное явление. И целесообразно ФРС действует на опережение, опять же, преодолевая вот эти риски, не зацикливаясь на исключительном показателе, низком показателе инфляции. Поскольку если затянуть с следующим шагом по росту процентных ставок, с низкими процентными ставками, это может привести к перегреву рынка труда и, разумеется, к процессе экономики. Не забывайте про то, что это комментарий, который был сделан непосредственно самой Джанат Гиллен. Протоколы. Ну, их можно пролистнуть, поскольку уже был сделан акцент на то, что политика остается жесткой, то, что доллар не отреагировал, это для меня большой вопрос. И еще больше неожиданностью стало, я думаю, не только для меня, но и для всех покупателей доллара, когда опубликованные, собственно, в четверг данные по индексу цен производителей, это предвосхищающие показатели инфляции. Индекс потребительств, индекс цен производителей в годовом выражении 2,6%, рост с 2,4%, это максимальный уровень с 2012 года. Заявки на пособие по безработице по-прежнему указывают на то, что рынок труда преодолел негативные последствия стихийных и разрушительных бедствий ИРМ и Харли. В пятницу у нас общий показатель инфляции. Судя по заранее вышедшим данным по индексу цен производителей, был расчет на сильную статистику и правильный, потому что годовая оценка выросла до 2,2%. Базовая инфляция осталась на прежнем высоком уровне 1,7%. Мичиганский индекс максимум с 2004 года, друзья, больше, чем за 10 лет. И еще и комментарий Мнущина, который является главным казначеем, о вот уже практически вышедшем на финишную прямую налоговом документе, который будет представлен Трампу. И на этом фоне мы видим, как индекс доллара валится до трехнедельного минимума. По сути, это даже рядом с 93, по-моему, почти. Доллар японской иены улетает ниже 112, но сейчас все равно приближается снова к этому уровню. Какой-то магнит буквально, не знаю уж какой триггер еще нужен для американцев, потому что самая крутая статистика, сверх, ну ладно, не сверх жесткие комментарии представителей ФРС уже были озвучены. Американский фондовый рынок готовится и уже вступил в сезон очень период, очень сильных квартальных отчетов. И все в пользу того, чтобы доллар рос, особенно против японского конкурента, тогда, когда у нас более-менее спокойный фонд относительно ситуации Северной Кореи, когда у нас Банк Японии. Постоянно из недели в неделю через отдельные отчеты, либо комментарии указывают на то, что политика будет оставаться мягкой в течение еще как минимум полутора-двух лет. Вместо того, чтобы увидеть рост доллара на таком фундаменте, мы видим его ослабление. Не хочу сказать, что неизвестно, что будет дальше. Я все-таки остаюсь верен прежнему прогнозу и сценарию, поскольку всегда верю в доллар. Были моменты, когда сомневался американцы, но причины были слабые отчеты. Сейчас на фоне того, что публикуются по статистике, на фоне веры среди представителей ФРС в декабрьское повышение процентной ставки и на фоне, будем надеяться, скорой реализации налоговой реформы, глупо говорить о том, что фундамент свидетельствует о том, что доллар будет слабее, потому что это не так. И я думаю, что если кто-то хочет высказаться по поводу фундаментальных предпосылок слабости доллара, в том числе и на канале на YouTube, вы, безусловно, можете это сделать, но, наверное, лучше оставить это мнение от и себе. S&P. Исторический максимум. Я думаю, что S&P перепишет больше, чем 50 раз в этом году исторический хайп, потому что никак не хочет даже корректироваться. Сейчас американский фондовый рынок поддерживает статистика, как я уже отметил, сезон отчетов и вера в налоговую реформу. Те, кто торгуют американской фондой, зарабатывают. Потому что это как ситуация с биткоином и с большинством криптовалют, которые неуклонно, безоткатно практически растут сейчас после негативного фонда со стороны Китая. Лично я не советую сейчас присоединяться к роли американской фонды, потому что мне страшновато за тот факт перекупленности, который также ее параллельно характеризует, и страшновато за масштабы потенциальной коррекции, которые могут случиться. Может быть, это мои только субъективные страхи, но очень не хочу, друзья, чтобы вы еще и с плечом попались в ловушку очень серьезной слабости, там процентов на 5 и 6. Прикиньте сами, каким потерям это может привести для вашего депозита. Фонд против доллара. Новостной фонд тоже противоречивый. С одной стороны, все началось с слабости для британца в начале прошлой недели, когда мы увидели чуть ли не на отметке 1.31 британца. Это после того, как главный переговорщик Европейского союза Мишель Вранье сообщил о том, что переговоры снова в тупике, потому что нету никаких компромиссных и взаимоуступческих таких моментов ни по вопросу с границей с Ирландией, ни по вопросу обязательства Англии перед Европейским союзом, ни по вопросу прав граждан. И фонд тут же полетел камнем вниз. Однако, буквально в прямом смысле, через несколько часов после этого, Мишель Вранье тут же выступил уже с альтернативным заявлением, связанным с тем, что он лично будет просить послов Европейского союза, чтобы они продлили вот этот переходнический процесс и период для Англии на два года, ну, чтобы Англия в течение двух лет как минимум сохранила доступ к единому европейскому рынку. И фонд на этом фоне вырос больше, чем фактически на две фигуры. Сейчас Британия торгует на отметке 1.33. Такое ощущение, что сам Мишель Вранье на этом, на Брегисте спекулирует, может быть, больше, чем кто-либо другой. Может быть, к каким-то инстанциям нужно к этому уже присмотреться, учитывая, каким последствиям для рынка привели его комментарии. По фонту, друзья, на этой неделе у нас очень много отчетов. От политики вроде бы как постепенно уже отходит, потому что очередной раунд переговора завершен. Как я уже отметил, были и позитивные комментарии, и негативные. На статистику придется сейчас обращать внимание, но я предлагаю на нее посматривать с точки зрения нелогичного позитивного ожидания. Казалось бы, Брекзит в последствии с этим неопределенность это причины для слабости экономики в виде макроэкономических отчетов. Но я думаю, что если Банк Англии не оставил все-таки свою попытку убедить рынок в том, что он повысит процентную ставку на предстоящем заседании, он будет пытаться сделать это сейчас через последующее улучшение статистики. Может быть, пусть он даже будет рисованный. Но в любом случае, это каждый последующий сильный отчет будет подогревать ожидания роста процентных ставок, может быть, даже уже в ноябре, по крайней мере, до конца этого года. А поэтому сейчас мы, возможно, входим в период уже развития восходящей динамики. Если раньше я все-таки остерегался британца, пожалуй, сейчас рискну в торговле этим дуэтом активов и поставлю на то, что пара фунт-доллар будет стремиться в район 1.35. Рынок криптовалют полностью оправился от потерь. Биткоин, который больше месяца назад указывал на то, что он может оказаться даже ниже 2 тысяч долларов, а сейчас совершенно другая динамика уже. И мы видим, что британик, соответственно, точнее, биткоин. Прошу прощения за посторонние звуки. Биткоин сейчас восстановил свои потери, и этот рост может превысить 100% в ближайшее время. Кто-то говорит, что в следующем уровне сопротивления стоит уже отметка 6 тысяч долларов за один инструмент. Сейчас, как вы знаете, сразу несколько активов готовятся, как корпусы и филы на биткоин. Именно что вам тоже нужно к ним присмотреться. Давайте поподробнее поговорим сегодня об этом на вебинаре, который состоится в 16.30. Ну, а те, кто все-таки интересуется и прочими представителями криптоиндустрии, будут стараться уделять им больше внимания в ходе последующих брифингов, которые состоятся, ну, точнее, они проходят каждый день в 9.30 по московскому времени. Друзья, из важных событий сегодня, ну, выделить особо нечего. Давайте ждать статистику завтрашнего дня. Завтра у нас индекс потребительских цен, то есть показатель инфляции еврозоны. Может быть, первый сигнал перед заседанием непосредственно самого регулятора. Попробуем тоже покопаться в этой статистике и понять, какое же все-таки решение будет принято от РАГИ. Ну, а на этом, собственно, все. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...